Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну и как вы уже, наверное, догадались, наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Ну что, начнем, наверное, с обзора израильских политических новостей, формирования правительства, внезапный визит Помпео, в общем, об этом. Да, в Израиле есть правительство, и уже несколько дней общество, сети, новости активно обсуждают распределение министерских постов между политиками, кто получил какой пост, кто что занял, кто что хотел, но не получил и так далее. На самом деле, я считаю, что поскольку важнейшие министерства отданы сейчас по соглашению команде Ганса, то есть это министерство и юстиции, министерство обороны и, в общем, сильные экономические министерства тоже, то, в общем, большой разницы нет, кто куда сядет и кто какой пост займет. Вот. Главное, что за всем этим будет присматривать Натаньяу и минимизировать ущерб от необходимой коалиции с Гансом и его командой. Понятно, что, как мы уже об этом говорили не раз, что на фоне вот такой вот ситуации, конечно, ожидать прорывов на фронте с усмирением судейской клики, то есть вернуть исполнительной власти, законодательной власти к Нессету и правительству те полномочия, которые в последние десятилетия узурпировал, отобрал себе Верховный суд и вообще юридическая клика, впихнувшая юридических советников буквально на каждом уровне чиновничьей структуры и, по сути дела, прибравшая к рукам всю власть. Так вот, ожидать того, что это будет как-то изменено сейчас таким правительством, когда министром юстиции будет представитель Ганса, конечно, не стоит. И поэтому все, на что можно рассчитывать, это, в общем, это правительство заточено под минимизацию потерь от короны. И это, опять же, учитывая то, что, в общем, к сожалению, свободной экономикой заниматься Натаньяу не придется, поскольку на экономических министерствах будут сидеть представители команды Ганса, которые совершенно по-другому видят ситуацию. Но самое важное, это даже не минимизация потерь от короны и кризиса экономического, который с ней связан, это суверенитет. Суверенитет самое важное, не только потому, что это очень важная тема для Израиля, суверенитет в Иудее и Сомали, в части Иудеи и Сомали. Но и, как мы уже говорили не раз, у этого процесса есть срок годности. Мы обязаны успеть, пока за всем этим стоит американская администрация, самая дружественная Израилю за всю историю существования нашего еврейского государства. И на этом фоне очень жалко, что в итоге, по крайней мере сейчас, партия Ямина, партия, которая является в Израиле самой правой, как бы последовательной правой, отражающей интересы поселенцев и правых израильтян. Но, опять же, я считаю, что Ликуд — это партия центристская, это как бы немножко центр и право. А по-настоящему правой партией является партия Ямина. Мы говорили о ней много раз, партия, которая, в общем-то, скроена из лоскуточков разных. Это и представители религиозного сионизма, и представители, как бы, более такой вот светской либеральной правой части, там, вот Бенет и Шакет, например. Но в итоге эта партия не вошла в правительство, и это жалко. Трудно сказать, кто там больше виноват. То есть что там было больше — амбиции и инфантилизма Бенета и его команды, к сожалению, продемонстрированных нам на протяжении этого года очень много раз, когда просто буквально вся эта команда правых наших израильских вела себя как детский сад. И мы помним, что на протяжении трёх раундов выборов Натаньялу, так сказать, раз за разом, он их буквально как воспитательница в детском саду рассаживал, раздавал конфеты, обещал, что-то успокаивал. И вот теперь, как бы, опять же, то ли это инфантильность и амбиции Бенета, которые хотел получить больше, чем в данной ситуации, когда, в общем, весь правый лагерь получал только половину правительства, а вторую половину получал Ганс со своей командой. Или же, скажем так, Натаньял хочет обеспечить себе дисциплинированную команду, по крайней мере, в его правую часть. То есть понятно, что у него сейчас будет очень сложное правительство. В правительстве, где половина будут люди, которые ещё до недавнего времени говорили, что они никогда в жизни не будут сидеть его, в правительстве Натаньялу, никогда в жизни не будут с ним сотрудничать, и всё, что он должен сделать, это уйти в тюрьму. Теперь они будут под его началом. Это люди с совершенно другим образом мысли, видением. И это половина. Вторая половина, он хочет Натаньялу, чтобы это были, по крайней мере, люди, которыми ему придётся, у него не будет проблем. То есть он им скажет, что делать, они будут это делать. А мы понимаем, что Беннет и Каманда — это люди очень самостоятельные, которые могут, например, сказать, вот, а мы хотим по-другому. И Натаньял обеспечивает себе, так сказать, возможно, просто таким образом некую более спокойную жизнь в правительстве. Но опять же, с точки зрения суверенитета, я подчёркиваю, суверенитет, вопрос суверенитета в Удеи и Самарии — это самая важная задача этого правительства. Вот больше мы не хотим, но это должно быть сделано. И для суверенитета очень важно, чтобы умеренные левые, то есть вот Ганс и компания, то есть только, насколько Ликуд, скажем, можно сказать, это центристка правая партия, то Кахола Ван, по крайней мере, та часть, которая сейчас присоединилась к правительству, Ганс и его команда, это, в общем, как бы центр и налево. Там есть и более левые, и есть вполне, в общем, люди, которые могли бы легко оказаться в Ликуде при некоторых других обстоятельствах. Так вот, для суверенитета, для продвижения суверенитета внутри Израиля очень важно, чтобы вот эти вот левоцентристы, они были внутри, потому что это сложный процесс, и далеко общество, далеко не консолидировано в Израиле. Это, скажем, для большинства наших слушателей совершенно понятно, что суверенитет Израиля в Удеи и Самарии — это очень важная вещь. Но очень многие в Израиле частично вследствие левой пропаганды, частично вследствие собственных заблуждений, считают, что это опасный процесс, ненужный процесс. И если это было бы чисто правое правительство, ну, скажем, ему бы легче было это всё принять, но провести в обществе, возможно, было бы намного сложнее. Вместе с Гансом и его командой это будет проводить намного легче. Правые же, в общем, понятно, что правые поддержат этот суверенитет, и поэтому как бы не так важно, чтобы они были в правительстве. Лично я считаю, что Беннету, конечно, было бы лучше, если бы он был внутри правительства, он мог бы там влиять. Но, в общем, как бы из-за позиций он тоже сможет давить справа и как бы лоббировать продвижение суверенитета. Может быть, не так активно, как в правительстве, но, с другой стороны, будут развязаны руки. А главное, ещё один бонус, который может в итоге получиться. Мы говорили о том, что в Израиле очень извращённый способ назначения судей, не такой, как в Америке. В итоге есть комиссия, состоящая из девяти человек, в которой, в общем, сами судьи контролируют ситуацию и могут при желании провести, кого они хотят. Исполнительные же власти, законодательные, то есть правительству и Кнессету, которые тоже там представлены, им очень сложно. До сих пор это бывало так ещё потому, что там было три представителя как бы правительства и Кнессета, министра юстиции, представитель коалиции, представитель оппозиции. И в этот раз получается так, что министр юстиции будет из команды Ганса, это будет Нисенкорн, бывший глава профсоюзов, то есть человек не наш. Другой представитель коалиции, видимо, будет по соглашению коалиционному, как бы, из команды Натаньял, а представитель оппозиции, теперь, если Беннет окажется в оппозиции, то это может быть представитель Беннета, то есть, по сути дела, тоже правый. Таким образом, у Натаньял в соответствии с соглашением вместе с Нисенкорном и двумя его людьми правыми будет три голоса в комиссии по назначению судей, а для того, чтобы судья прошёл, нужно семь голосов. То есть, может быть, нельзя тремя провести, кого ты хочешь, но можно заблокировать тех, кого ты не хочешь. И таким образом, Ямина в оппозиции, Беннет в оппозиции, может быть, ещё даже как-то пригодится и пойдёт на пользу. Ну и в самом Израиле, конечно, сейчас активно начинают вести споры о том, будет суверенитет осуществлён или не будет. Левый очень надеется, что он сорвётся, правый, в свою очередь, опасается, что он сорвётся, что Натаньял как-то всё это разгладит, замажет, что это всё нужно было ему только перед выборами, чтобы консолидировать правое общество, а теперь он это всё спустит на тормоза. Но, скажем так, лидеры палестинских арабов, наших врагов, они, в общем, не надеются, что Натаньял спустит на тормоза. И мы видим, как и Аббас, Абумазан из Ромальской ОПГ, и Хамас, они возлагают свои надежды на суннитские страны, на Саудовскую Аравию, на Арабские Эмираты, на Египет. А те, в общем, не очень хотят заступаться, потому что, с одной стороны, выступления лидеров суннитских стран сейчас очень такие ленивые какие-то, они так проявляют несогласие, они говорят, ну да, это как бы нехорошо, но видно, что это они делают больше так для формы, то есть они не слишком готовы вписываться и пытаться не допустить распространения суверенитета. Во-первых, и мы это видели, мы об этом говорили пару передач назад, им просто надоели палестинские арабы, вечно ноющие, вечно проигрывающие лузеры, ведь никто не любит. А палестинские арабы, в общем, как политическая структура, как образование, они лузеры, они всё проиграли. У них ещё 15-20 лет назад у них были потрясающие возможности, казалось, что они могут получить своё государство. Сейчас они проиграли всё, прогуляли, профукали. И для многих арабских стран на самом деле они стали такой вот неприятной абузой, о которой они не хотят больше говорить. С другой стороны, Израилем нужно как региональный союзник. Это и в войне с Ираном, и экономическое развитие, и, в общем, мир изменяется, и в этом изменяющемся мире дружить с Израилем для Саудовской Аравии, для Админиевых Арабских Эмиратов, для того же Египта, намного выгоднее, чем поддерживать этих самых пластилинцев, которые им больше, в общем, уже совершенно не нужны, не интересны. Ну и, конечно, нельзя забывать, что вот это распространение суверенитета, это же не просто шаг Израиля, это часть плана Трампа. То есть, если ты будешь слишком громко и слишком активно этому мешать, то ты обидишь не Израиль, ты обидишь американскую администрацию, и Трампа, который, в общем, иногда, если его вывести из себя, может повести себя совсем не как дипломат и тонкий политик. Буквально сегодня иорданский королёк Абдала что-то начал такое пыхтеть, вплоть чуть ли как бы в разных переводах на разные языки. Его фразы, на самом деле, очень деликатно и тонко сформулированы, так, чтобы они звучали грозно, но при этом ничего конкретного не выражали. Их перевели вплоть до того, что Иордания, мол, грозит военным столкновением с Израилем в случае, если Израиль станет распространять суверенитет. Это, конечно, безумно смешно, потому что иорданская армия, по сути дела, поддерживается сейчас армией Израиля, и через по линии разведки, и по линии буквально техники, которую Израиль даёт иорданской армии. То есть, силы вообще несоизмеримы. Это всё равно, как если бы, я знаю, там даже не Никарагуа, а какие-нибудь острова в Карибском море бы начали бы угрожать США войной. На самом деле, очевидно, что королёк этот выступает только для вида. Более того, когда его в интервью германской газете стали прижимать, а типа, ну, хотя бы разорвать-то типа отношения. Это же две арабские страны, у которых официальные мирные договора с Израилем, и дипломатические отношения такие-никакие. Вот разорвать-то мирный договор. Вы пойдёте на это, если Израиль сделает суверенитет? И король уворачивался, как вот это самое, на сковородке, потому что говорит о том, что он разорвёт мирные договора, он не готов совершенно. То есть, он пыхтит, пыхтит для своей публики, объясняющий, что он будет бороться изо всех сил. Держите меня семеро. Но ничего конкретного он не обещает. В свою очередь, левые израильские, они тоже очень надеются, что всё это сорвётся. Они пытаются запугивать. То есть, мейнстримные левые СМИ израильские просто каждый день печатают какие-то апокалиптические сценарии о том, что случится, если только Израиль распространит суверенитет, и как всё это будет ужасно, как весь регион заплывает. Буквально такое впечатление, что насрало им диктует, или там какие-нибудь хамасники диктуют им эти документы, так сказать, эти запугивания. Но мы-то уже помним, что то же самое они бубнили, когда накануне того, что Трамп перенёс посольство американское из Тель-Авива в Иерусалим. Те же самые запугивания, и где это всё? Ничего страшного не случилось, абсолютно. Надежда левых сейчас больше, так сказать, в отличие от Хамаса и Ромау, которые надеются на суннитские страны, и зря надеются, левые возлагают свои надежды на Европу, на Евросоюз. И там Франция, Бельгия, Люксембург, Ирландия, Испания и Швеция уже как бы сорганизовались о том, что если Израиль посмеет этот самый суверенитет распространить, то они объявят санкции. Экономические санкции Израиля. Слово «санкции» стало модным благодаря Трампу, который очень эффективно их применяет Корану. Мы, может, об этом ещё поговорим сегодня позже. И вот слово «санкции», и вот мы Израилю такое сделаем. Но это всё тоже пустой звук, и тоже, видимо, рассчитано больше на своих мусульман внутри стран. Опять же, Франция, Бельгия, Ирландия, Швеция. Ну, Ирландия просто антисемитская страна. Такие страны, как Испания, Швеция, Франция и Бельгия, это страны, где большое мусульманское меньшинство, которое влиятельное политическое. И местным левым важно быть у него в части. Так вот, эти тоже, как бы, своего рода, как в санитских странах, некие общие слова. Почему? Потому что, на самом деле, любое принятие решения в Евросоюзе, оно консессуально. То есть, все страны Евросоюза должны проголосовать за. Израиль уже на этой неделе обратился к 12 странам в Евросоюзе. В основном это Восточная Европа, но также есть, например, Австрия и Греция. То есть, страны, с которыми у Израиля хорошие отношения, или где у власти находятся правые или центристы, те, которые в русле Трампа, а значит, друзья Израиля, и попросил их, что если будут какие-то приниматься резолюции против Израиля, чтобы они за них не голосовали. Ну, может быть, кто-то из них согласится, кто-то нет. Но, опять же, нужно единогласное решение. Единогласного, видимо, Франции, Бельгии, Люксембургу, Ирландии, Испании, Швеции не получить. Потому что кто-нибудь, ну, например, та же Австрия с ее канцлером, большим поклонником Натаньяо, абсолютно правым человеком, молодым, очень успешным политиком, ему нет никаких причин такие делать Израилю неприятности. И, конечно, единогласного решения не будет. И, опять же, даже те, которым будет как бы стыдно признаться, что они не хотят ссориться с Израилем, они могут сказать, ну, это же ссора с Трампом. Кому? Кто в Восточной Европе захочет ссориться с Трампом и идти на рожон? Опять же, Трамп, не просто американский президент, а Трамп, от которого можно ожидать, в общем, самых неожиданных ответных действий. Ну и, наконец, умеренно левые, вот те самые, которые представлены сегодня в правительстве Ганса и его команды, они, в общем, на самом деле, они не сильны и против. То есть отказ от земли Израиля у них не является вот чем-то таким базовым. Это в идеологии Меретса, крайне левых, очень важно отказаться от всего, что, так сказать, в Иудеи и Самарии, это не наша земля, они кричат, это земля арабов, мы не должны там быть, для людей типа Ганса, Ашкенази, как бы они в большей степени оппортунисты. И если, в общем, без больших потерь мы можем распространить суверенитет, они совершенно не будут против. И таким образом, в общем, подводя итог всей этой истории вокруг суверенитета, я бы сказал, что шансов на то, что Израиль все-таки выполнит это действие, больше, чем то, что он его не выполнит. По сути дела, в Израиле сегодня нет сильной оппозиции к проведению этого решения. Если кто-то действительно и пытается сорвать его очень серьезно, то это демократы американские, потому что для них срыв этого соглашения это часть нанесения ущерба предвыборного Трампа. То есть им очень важно показать, что Трамп не преуспеет в этом внешнеполитическом шаге. А значит, они будут использовать свои связи и свое давление на израильских левых, чтобы левые здесь изо всех сил сопротивлялись. С другой стороны, именно поэтому, скажем, для Трампа, помимо его дружеского отношения к Израилю, его желания получить поддержку евангелистов, поддерживающих Израиль, и его общего настроек, для него очень важно, чтобы это все состоялось, потому что он сможет это показывать как продвижение его внешнеполитической программы. И перед выборами это все станет очень важно. Таким образом, можно полагать, что даже если в Израиле будут какие-то процессы идти немножко не так, как нам бы хотелось, американская администрация будет, в общем, мягко, но настойчиво напоминать о том, что эти шаги, которые она заинтересована, чтобы Израиль сделал, это внушает оптимизм. Ну и, конечно, нельзя не заметить внезапный достаточно визит госсекретаря Помпео, который был в Израиле на этой неделе, причем это было как-то очень так спонтанно, и опять же 12 часов лететь до Израиля, находиться здесь 12 часов, а потом 12 часов обратно. Вопрос, зачем? Что подняло Помпео? Это, по сути дела, первый визит госсекретаря после начала всей катавасии с эпидемией. Это один из первых иностранных визитов вообще в мире сейчас в контексте коронавируса. Так вот, зачем? Ну, казалось бы, для нас, для израильтян, конечно, самый важный суверенитет. Наверное, он приехал тут суверенитет продвигать. Нет. Во-первых, американская администрация постоянно подчеркивает и через посла Фридмана, и опять же Помпео тоже говорит, это решение израильтян. Израильтяне решат про суверенитет, пусть делают. То есть, мол, типа, это не мы, в отличие от посольства, которое мы переводили. Суверенитет — это ваше тело. Более того, он так прямо и сказал, что он не для этого прилетел в Израиль. Вот, для чего тогда? Вопрос Ирана и Сирии. Израиль в последнее время очень активно и последовательно бомбит иранские объекты в Сирии. И в какой-то момент даже показалось, что иранцы сворачиваются. Сейчас, правда, видно, что это не совсем так. Но они несут там серьезные потери на фоне и санкций, опять же, мы об этом еще поговорим, и короны, которые бушуют в Иране. Ирану очень сложно поддерживать вот свое военное присутствие в Сирии. И поэтому кажется, что вот еще немножко надавить, и, в общем, они будут сломаны. Может быть, и для этого приезжал Помпео в Израиль. Но, в принципе, как бы такие вопросы, видимо, решаются в рабочем порядке. И для этого, опять же, видеоконференции, защищенные, секретные, как бы, вполне достаточно. Была еще тема «Не дружите с Китаем». И Соединенные Штаты, об этом тоже уже говорили не раз, Соединенные Штаты очень серьезно и озабоченно относятся к тому, что в Израиле много инфраструктур строится Китаем. Китай предлагает дешевые проекты, как бы, пожалуйста, мы построим, качественно, недорого, дешево и сердито. Израиль принимает эти проекты. Вот, например, Хайфский порт. Америка очень недовольна, потому что она говорит, китайцы — это китайцы, это не частные фирмы, это все государственные фирмы. Что они там вам... Каких они жучков заложат в эти самые системы наблюдения? Что они оставят в ваших инфраструктурах? Если вы хотите с нами дружить и на уровне всяких секретных обменов информации, то китайские инфраструктуры нам очень сильно могут помешать дальше дружить. И в этом ключе Израиль уже действительно создал специальную правительственную комиссию, которая очень внимательно как бы отслеживает, какие инфраструктуры, будут строить китайцы, где они выигрываются, эти конкурсы. Но, опять же, обсуждение этих вопросов в рабочем порядке, нужно ли было для этого тратить 12 часов полета в одну сторону, 12 часов в другую госсекретарю. И тут мы входим как бы в некое предположение, это абсолютно, я подчеркну, это предположение, которое может быть и правдой, может быть, мы об этом узнаем, а может быть и просто, кстати, мы попали в белый свет как копеечку. Незадолго до внезапно объявленного визита Помпео биологический институт в Нест-Ционе, институт биотехнологических исследований в Нест-Ционе, по сути дела, это израильский центр изучения средств защиты от биологического оружия. Скажем так, мягко. В Израиле нет ядерного оружия, и в Израиле нет никаких, так сказать, биологических, химических вооружений, но в то же время есть центр изучения, институт исследования биологических разных процессов, и, по сути дела, это израильский военный биотехнологический центр, где изучают, а может быть и не только изучают, способы защиты, а может быть и не только и защиты от биологического оружия. И он полностью находится под контролем Министерства обороны, а не Министерства здравоохранения или Министерства науки. Так вот, незадолго до объявленного визита этот институт сообщил, что он патентует буквально 8 новых антител, 8 новых каких-то структур молекулярных против корон. И после этого там побывал министр обороны, как бы непосредственный куратор этого проекта и президент Ривли. И после этого мы узнали, что Помпео собирается прилететь в Израиль. Может быть, он хотел об этом узнать? Может быть, сейчас, учитывая то, насколько проблема короны стала проблемой глобальной и для американского народа, и для администрации Трампа, это, в общем, вещь крайне важная. Может быть, действительно, Израиль накануне прорыва именно в направлении создания средств против короны. И понятно, что мы не знаем. Но если да, то, конечно, можно себе представить, какую колоссальную выгоду, причем я говорю не о финансовой, конечно, выгоде, а именно политической, имиджевой, может получить Израиль в случае, если это действительно так, и Израиль станет тем, кто предложит решение по борьбе с коронавирусом. И в этом смысле, конечно, израильский центр защиты от биологического оружия, мы уже слышали заявления Трампа, подтвержденные заявлениями других американских чиновников, о том, что этот вирус утек. И, может быть, случайно, может быть, не случайно, из китайской военной лаборатории. И таким образом, как бы, трудно сказать, насколько он был искусственный или не искусственный, случайный, природный, неприродный. Но то, что израильский биологический центр аналогичный находит защиту, может быть, действительно, это так. И именно это могло привести к внезапному визиту Пампео в наш регион. Ну, будем смотреть, что будет дальше. А пока, наверное, мы должны сделать перерыв, Сергей. Буквально на пару минут прервемся. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Я, как всегда, повторяю каждые пять. Когда к вам звоню, что для меня это большое удовольствие и очень интересно. Александр, я не знаю, или вы случайно говорили, или надо вас поправить. У Израиля есть атомная бомба. Это знает, кстати, весь мир. И еще израильские лидеры времен Голдемиры, Моши Даяна, признали, как они говорили, что мы не первые, кто применим атомное оружие на этом. Но это не в этом дело. Это просто... К вам несколько вопросов. Вот то, что вы рассказывали, действительно, очень успешные операции, которые Израиль проводит против сирийцев, против иранцев. Причем те, и те, и другие, снабжены русским оружием. И видно, как всегда, особенно подошли к Израилю, оно совершенно неэффективное. И вдруг такое вот появилось, что одна попытка Израиля, и его не станет. Я не знаю, это фейк-ньюс или не фейк-ньюс, откуда из Москвы, ну, такая... Вообще, потому что я понимаю, что на протяжении срока, 50-60 лет, когда был Советский Союз, или Россия, Израиль всегда находил выходы, показывая, что советское оружие, русское оружие, неэффективное против них. Это первое. А второе, расскажите, пожалуйста, это просто трагедия, что у вас произошла, что молодой парень из Гавании погиб, которого убили камнем. И просто я вспоминаю, это было у вас, это было у нас, это был... Что когда, помните, кидали камни, метали камни палестинцы, Израиль встречал огнем, и Европа, Америка, левые американцы, и ваши, что это неправильно, нельзя, они камнями. Вот, пожалуйста, камнем можно и убить человека. Это действительно была трагическая история, которую тяжело было даже читать. Единственный сын в семье. Вот. И вот, еще раз спасибо, и мы будем вас слушать по радио. Спасибо. Спасибо вам. Ну, во-первых, по поводу ядерной бомбы. Действительно, Голда Мэр говорила так, у нас нет ядерной бомбы, но если нам понадобится, мы ее задействуем. У нас нет ядерного оружия, но если нам понадобится, мы его задействуем, говорила она, она и хитро улыбалась. Я хочу вот что сказать. По закону Израиля, гражданам Израиля запрещено говорить о том, что в Израиле, если есть ядерное оружие, можно лишь говорить, что ссылаясь на зарубежные источники, в Израиле, судя по всему, существует ядерное оружие. Именно так я и буду говорить, будучи израильским гражданином. Судя по всему, ссылаясь на зарубежные источники, например, на вас, я могу сказать, что да, говорят, что в Израиле есть ядерное оружие. Так или иначе, официально у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его примем. Что касается ситуации в Сирии, действительно, Израиль в последнее время, как бы чувствуя слабость иранцев, то, что иранцы уже на грани возможного, на пределе возможного, ситуация у них очень тяжелая, начинает добивать их и бомбить все более активно, это так. Теперь, действительно, иранцы и сирийцы вооружены российским оружием, и, как мы знаем, на пользу сирийцам и иранцам это и не идет. Буквально недавно иранцы умудрились уничтожить, один военный катер потопил военный фрегат иранский, иранцы же, самих же иранцев зашибили, до этого они сбили несчастный украинский самолет, сирийцы тоже однажды подбили российский самолет. Но по поводу того, что Россия угрожала Израиле, я думаю, что это какая-то неточная информация. Дело в том, что Россия на самом деле точно так же заинтересована в выдавливании Ирана из Сирии, как и Израиль. Россия хочет быть единственным покровителем Асада, и иранцы больше не нужны, кузнец не нужен. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Поэтому Россия по меньшей мере не препятствует Израилю и другим заинтересованным сторонам выдавливать Иран с территории Сирии. И, может быть, даже, скажу это осторожно, не только не препятствует, но и что-то еще, но это что-то еще оставим за скобками. Поэтому я не думаю, опять же, на словах, возможно, Россия может грозить Израилю кулаком, но при этом хитро подмигивать, отвернул так, чтобы иранцы не видели. Теперь, что касается действительно трагической гибели нашего солдата. Он погиб во время выполнения боевой операции. Боевая операция заключалась в том, что израильские силы приехали для того, чтобы уничтожить дом, в котором проживал террорист, совершивший убийство израильтянки. И, как правило, арабы же живут, как бы весь клан, вся семья большая живет в доме. Поэтому, опять же, израильские суды запретили сносить полностью дом. Сносится только как бы квартира того террориста, непосредственно, который был задействован в преступлении. Остальная семья не должна пострадать. Поэтому я видел эти фотографии, там двухэтажный, может быть, даже трехэтажный дом снесен на верхний этаж полностью. И теперь на крыше этого дома такая вот гора камней, блоков, бетонных. Все это уничтожено. Во время этой операции арабы сопротивлялись, арабы кидали камни. Опять же, эти камни — это не такие камни-булыжники, которые не кидают приезжающие машины. Это бетонные блоки, которые они сбрасывают на солдат. И действительно, одним таким блоком они убили израильского солдата. И это очень трагическая ситуация. И она действительно связана с тем, что Израиль под давлением левых мирового сообщества, так называемого, то есть левых СМИ, ввел очень жесткие ограничения на открытие стрельбы. То есть в другой бы ситуации сносится дом, просто все, карантин-комендантский час, все арабы сидят по домам, кто высунется пуля в лоб, и все это проходит по-другому. Но Израиль делает это максимально гуманно, я бы в кавычках сказал бы гуманно, стараясь, скажем так, не нарушать всевозможные, то есть не попадать под риск быть осужденным в военных преступлениях. И это имеет свою цену, к сожалению. И это, безусловно, вещь, которую нужно изменять. Одна из тех вещей, с которыми нужно бороться. Но, к сожалению, пока что это там. Сергей. Да, прежде чем принять звонок, я хочу напомнить, что вчера была годовщина, вторая годовщина переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало положительную, радостную реакцию, скажем, в Израиле, у большинства населения Израиля, у консервативной части республиканцев Соединенных Штатов Америки, и, конечно же, вызвало зубовный скрежет среди арабских стран, среди прогрессивного европейского человечества, но и среди наших демократов и их поддерживающих, в том числе и евреев, к сожалению. Это действительно совершенно ужасно. Единственное, что мне хочется думать, что когда мы говорим о какой-то странной, совершенно безумной, антисемитской практически реакции американских евреев на те или иные процессы, связанные с Израилем, это реакция, которую озвучивают активисты, вот эти леворадикальные активисты. То есть если мы поймаем на улице американского еврея и спросим его, что ты думаешь по этому поводу, вот так вот, просто обычного человека, то, скорее всего, его реакция всё-таки будет больше похожей на человеческую, правильную и разумную реакцию. А вот то, что мы слышим в прессе, заявления всяких там обамовских бывших чиновников, разных левых активистов, я очень хочу надеяться, что это не отражает действительно отношение настоящих американских евреев к тем удивительным, замечательным отношениям, которые сейчас создала администрация Трампа с Израилем. Так, ну а теперь давайте о недавней иранской кибератаке Израиля. Или давайте примем звонок сначала, а потом вернёмся к этой теме. Добрый день. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Я на Википедии увидел Героя Советского Союза непомнящий, Игросмейстер непомнящий. Скажите, это ваши родственники? Нет, насколько я знаю, это не мои родственники. То есть в моей семье я не знаю о ком-то, кто был бы Героем Советского Союза. Игросмейстер, это точно... Ну, может быть, он нам и родственник, но как-то достаточно далеко. То есть мы не раскапывали таких. Ну, конечно, спасибо. Спасибо. Ну, перейдём к следующей теме. Да, действительно, в конце марта Израиль сообщил о том, что инфраструктуры водные Израиля подверглись кибератаке. Более того, эта кибератака была совершена с американских серверов. Ну, понятно, что в Израиле было совершенно ясно с самого начала, что это не американское правительство наносит кибератаку по израильским водным инфраструктурам. И, конечно же, быстро раскопали, что это был Иран. Иран, который задействовал сервера на территории США для того, чтобы попытаться навредить израильским водным инфраструктурам. Атака эта была отбита без потерь. Но израильские специалисты, в общем, сказали, что это очень серьёзно. Это, в каком-то смысле, первый залп в совершенно новой войне. Речь идёт о нанесении удара по инфраструктурам страны, возможно, через третью страну. Как бы даже иногда сложно понять, откуда пришло и кому отвечать за это. Но тут я бы сказал, что всё-таки это не первый залп, потому что, с одной стороны, мы помним, несколько лет назад были очень таинственные атаки кибернетические, слаженные. Очевидно, это не один хакер какой-то по инфраструктурам украинским, электрическим. И аналогичная атака была на инфраструктуры нефтеперегонных заводов Саудовской Аравии. То есть такие вещи уже существуют, и специалисты пишут о совершенно апокалиптических вариантах, например, атака на светофоры, которые одновременно по всей стране, которая может, особенно если мы говорим об Израиле, а не такой стране, как США, где, в общем, всё раскидано и всё в совершенно других масштабах. Так вот, атака на светофоры, мы понимаем, что это может нанести колоссальный ущерб, создать огромное количество дорожно-транспортных происшествий. Это нарушение систем водоснабжения, которые могут привести, например, к сливанию каких-то химических веществ выше нормы в воду. Это нарушение электроснабжения, это сбой работы аэропортов. В принципе, Израиль является одной из стран, которая больше всего, может быть, наилучшей степени в мире готова, опять же, к этой напасти. Наличие постоянной угрозы в лице наших соседей, оно Израиль, какая прививка от всех неприятностей. Израиль уже в 2002 году создал специальный отдел службы общей безопасности, который начал заниматься именно киберзащитой. В 2015 году было создано на базе этой структуры отдельное управление. И, по сути дела, сегодня инфраструктуры Израиля защищены, возможно, лучше всего в мире. И более того, существуют менее сложные, менее мощные защиты и для всех остальных от сфер хозяйства, не только жизненно важных инфраструктур. Вот сейчас у наших соседей весеннее обострение, но, скажем так, не столько весеннее обострение, сколько 14 мая, это день создания государства Израиля, наши местные арабы называют это надбой, то есть катастрофой, отмечают это как некий трагический, ну, типа праздник такой, намекая на то, что это похоже на наш день поминовения катастрофы. Вообще это удивительно, то есть они хотели нас убить, они проиграли, и они считают себя жертвой и переживают по этому поводу. А 22 мая Иран уже много лет справляет так называемый праздник, день освобождения Иерусалим. Вот Иерусалим, как мы знаем, пока имя не освобожден, будем надеяться, что никогда не будет имя освобожден. Но с 14 по 22 мая у них обычно обострение, тут еще Рамадан заканчивается, и поэтому хакерские атаки вот пошли сейчас по Израилю достаточно активно, и не только такие, как бы вот целенаправленные государственные, но и всякие хакерские группировки, там и здесь, это западные и левые, это арабы с разных мест, в целом по сайтам израильтян, не только по инфраструктурам, и поэтому израильское управление сделало как бы такое специальное предупреждение, типа будьте, ребята, осторожны все, даже если вы просто пользователь Фейсбука, а не израильская система водоснабжения, будьте осторожны, не открывайте, что попало, в том числе как бы используются разные как бы информации про корону, будьте осторожны и внимательны, это все может быть попытки через вас проникнуть куда-то, захватить какой-то плацдарм в сети, в интернете, и нанести ущерб израильским структурам, сайтам, пусть это будет не израильская система водоснабжения, а, например, просто какой-нибудь маленький сайт, на котором не смогут гордо написать какую-нибудь гадость против Израиля, ну вот это вот то, что есть, будьте внимательны, осторожны. Ну а теперь о проблемах региональных врагов Израиля, палестинские террористы, избалай, Иран. Плавно перетекая как бы из этой темы, действительно, 14 мая, день создания Израиля, как я уже сказал, арабы называют это надбой, то есть у них не получилось уничтожить евреев, и для них это страшный день катастрофы, и вот 14 мая сразу три наших «друга», в кавычках, вылезли из своих бункеров, и что-то такое прошмакали, первым был Насрала из бункера в Ливане, откуда он не вылезает уже 14 лет, с 2006 года, поскольку, так сказать, с тех пор он боится, что израильтяне его шмякнут, он заявил, что Израиль ведет себя очень опрометчиво, и это может поджечь весь регион. И чуть позже ему вторил уже Аббас из Рамалы, который сообщил, что борьба фалестинского народа не закончится, пока плаг властелины не поднимется над Храмовой горой Эляксой, и, обратите внимание, над Храмом гроба тоже, так сказать, они тоже хотят развернуть свой флаг в вечной столице пластилины, то есть в Иерусалиме. И заявил о том, что пластилинцы протягивают руку мира, но они не будут ее тянуть вечно. Ну и вечер был завершен выступлением Исмаила Хании, главы Хамаса, который сидит в Катаре, там ему, конечно, очень хорошо, вольготно и удобно, гораздо лучше, чем в тусклой и унылой Газе, и он оттуда заявил, что если сделка об освобождении сидящих в израильских тюрмах террористов, которых они называют великими борцами за свободу, не преуспеет, то наш длинный рук сказал Исмаил Хания увеличить добычу. Тут надо сказать, что произошла какая-то странная вещь, потому что в своем выступлении он действительно сказал на арабском языке что-то вроде наш длинный рук, и все обратили внимание, что, в общем, Исмаил Хания как бы араб, и как бы должен знать арабский язык. И что-то он, видимо, то ли запутался в падежах, то ли совсем ему грустно на душе, то ли у него какое-то психическое расстройство, но он перепутал падежи и склонения, и если попытаться вольно перевести его ошибку, сказанную на арабском, то получится, что наш длинный рук, что он имел в виду, не очень понятно. На самом деле, если интерпретировать все это хоровое выступление, то можно сказать, что чем хуже им приходится, тем громче они гундосят. Вот Насрава, например, там он сидит в Ливане, в Ливане все рушится, общество все больше злится на Хизбалу и на Иран, экономика там, то, что называется швах, ливанская валюта, так сказать, пошла прахом, Германия объявила Хизбалу вне закона. Опять же, так сказать, чего вдруг они так расщедрились и повели себя так разумно? Кто-то помог германской разведке, не будем говорить кто-то, хотя это, судя по всему, были израильтяне, обнаружить, что Хизбалу, представителей которой в Германии было довольно много, и жили они там по льготу до недавнего времени, накопило огромное количество всяких вредных химических веществ, которые используются для создания взрывчатки и прочих неприятностей на территории Германии. И еще создали шпионскую силу. Когда, так сказать, видимо, израильский Моссад вывалил это все немецкой разведке, которая, как обычно, все прошляпила, у немцев стали волосы дыбом, они подумали, да ну их все эти, так сказать, проблемы, и объявили быстро, как избалу вне закона, тоже на сраву это все не сильно радует. Ну, у Аббаса тоже большие проблемы в Рамале. Во-первых, наступает суверенитет, видимо, в отличие от наших левых и наших правых, которые считают, что Аббаса всех обманет, суверенитета не будет, Аббас волнуется на самом деле, что суверенитет будет. Это все похоронит, на самом деле, похоронит какие-то надежды, последние ошметки этих надежд на том, что у них будет какое-то свое собственное государство, а не некая автономия под контролем Израиля. И суннитам он не нужен, Саудовский район надоел, никому не интересен. И корона с одной стороны, экономика с другой стороны, и общий настрой. Даже вот сейчас вот это прошла у них веселая нагба, ну я в кавычках говорю веселая, и обычно они устраивали большой фестиваль. Камни кидали, шипели, кричали, шумели. Сейчас тишь да благ, благодать, никому это ничего не нужно, народ несчастный, голодный, больной, и никто ни на какие демонстрации против Израиля ходить не хочет. Ну и Хане, который тоже никому не интересен, ему-то само, конечно, хорошо, он сидит в Катаре и кушает вкусно и хорошо, но у них, кроме Ирана, больше никаких друзей, по сути дела, не осталось, а у Ирана куча своих проблем, и все, что им остается, это вот нести всякую чепуху, злобную против Израиля, которая сейчас звучит уже больше как пародия и вызывает скорее смех, то есть наши спецслужбы, конечно, не хлопают ушами и все это внимательно отслеживают, но по большому счету, когда мы смотрим со стороны, мы понимаем, что это больше слова, которые призваны заменить возможность нанесения реального ущерба Израиля. Ну а у Ирана, как мы уже сказали, действительно проблемы, очень серьезные, иранский Реал теперь за 1 доллар дают 170 тысяч этих самых иранских Реалов, и это пик падения его, и только за последние два дня он упал еще на 10%, две недели назад иранцы решили, так сказать, подойти серьезно к проблеме, и стерли 3 или даже 4, я уже запутался, нуля с Реала, превратив Реал в туман, если помните стихотворение Есенина, да, про Минялу, который давал за туман, что он там давал, сколько-то рублей, за туман, так вот, иранцы вернулись к туману, и они надеются, что это, так сказать, стирание нулей как-то улучшит их экономику, но, судя по всему, это не очень помогает, в Ираке тем временем новый президент, судя по всему, американская политика работает, и новый президент начал с того, что он начал так резко гауссами выходить из-под влияния Ирана, прищучил местные проиранские милиции типа Хизбаллы, отпустил всех арестованных студентов, которые бунтовали против присутствия Ирана и были посажены предыдущим правительством в тюрьму, и, в общем, как бы показывает всеми силами, что Ирак не является водчиной Ирана, для Ирана это очень серьезный удар, это, по сути дела, рассыпается вся вот эта самая ось зла, и Ливан рушится, как мы уже сказали, ну, Сирия там, про Сирию как бы и говорить нечего, в Ливане и Сирии, кстати, тоже падение курса, если, так сказать, вообще можно говорить о курсе каком-то в Сирии денежном, потому что там в два раза уменьшилась, валюта обесценивалась за последние полгода, ну, если считать с начала войны, то есть с тех пор, когда Сирия была еще государством, уже в 30 раз, то есть мы видим, что санкции Трампа работают, медленно работают, но очень верно, и, конечно, если бы только, как бы одно это, на самом деле, колоссальное достижение правительства Трампа, увы, мы понимаем, что самое важное для американских избирателей это экономика, это внутренние американские проблемы, сейчас корона во многом нанесла ущерб всем успехам Трампа, фантастическим успехам, которые были им достигнуты, его правительством, но будем надеяться, что, в общем, до ноября все как-то станет яснее, и мы все-таки увидим, поддержку американских избирателей администрации Трампа. Сергей. Ну и, коль скоро вы упомянули корону, что в Израиле происходит в связи с этим, послабления какие-то начинаются? В Израиле, как бы, официально завершилась первая волна, и, в общем-то, общество потихоньку выводит из карантина, было сказано изначально, что выходить из карантина, мы будем медленно и осторожно, если мы увидим, что начинает нарастать, то снова как бы введем жесткие ограничения, но вот уже в воскресенье должны начать работать большая часть школ, вот многие, как бы, другие сферы народного хозяйства уже работают, и все прекрасно понимают, что, в общем, вот такой вот выход из карантина, он означает, что снова начнется нарастание количества больных, вопрос в том, как бы, будет ли это нарастание контролируемо, потому что вся проблема ведь в том, что, мы об этом тоже говорили, сделать так, чтобы израильская медицина, структура здравоохранения не рухнула, то есть, чтобы количество больных было таковым, что его можно успевать вылечивать, и каждому можно дать тот необходимый, как бы, подход и уход, который ему нужен, до тех пор, пока вот действительно не будет какой-то прорыв, и мы не получим лекарства, в той или иной мере, способная противостоять короне. До того времени защита единственная, это вот очень сложные, очень дорогие, очень тяжелые методы медицинские, и если будет как впрешу, вот до сих пор, то это хорошо, то есть, израильская медицина, система здравоохранения не рухнула, не пришлось врачам, глядя на больных, выбирать, кого спасать, а кого не спасать. Но если, и это в этом заслуга, на мой взгляд, исключительно вот того карантина жесткого, который был в Израиле. Вот, что будет дальше, будем посмотреть, и ждать, что все-таки, как бы сейчас летом будет, может быть, меньше, а вторая волна начнется уже осенью, и к этому моменту, может быть, мы будем лучше готовы защитить себя от этой напасти. Ну, и в заключение скажем, что, по-моему, 100 новых репатриантов прибыло в Израиль, где-то половина примерно из Украины, остальная половина там из Грузии и других республик. Вы знаете, вы знаете, как бы не только, то есть, то, что из стран постсоветского пространства приезжают репатрианты, это понятно, это как бы давно происходит, но Израиль сейчас сталкивается с валом репатриантов из стран, откуда, в общем, всегда был маленький ручеек таких сионистов, ну, или каких-нибудь особо религиозных людей, но так, чтобы вот массово ехали евреи, такого не было. Франция недавно стала одним из источников массовой ли, потому что там Франция исламизируется, и жить там евреям становится все труднее. Но Англия до сих пор все-таки была другой. Сейчас, на фоне вот этой короны, Англия стала тоже местом, откуда идет немалая алия. И есть еще, как бы такая, нельзя назвать это алией, многие израильтяне, которые на протяжении десятилетий жили за границей, все у них было хорошо, сейчас они вдруг увидели, что их Израиль, маленький Израиль, провинциальный, который, как им казалось, который они оставили там 20-30 лет назад, каким он действительно тогда был, и он лучше всех оказался подготовлен одним из лучших оказался подготовлен к короне, и гораздо защищеннее можно себя чувствовать, находясь там. Опять же, цифры, во Франции, как сейчас, в общем, подсчитали, почти полторы тысячи евреев, французских, умерло от короны. В Израиле все общее количество погибших гораздо меньше, при том, что как бы евреев в Израиле гораздо больше, чем евреев во Франции. То есть, мы видим, что Израиль превращается в страну, в которую не просто приезжают сионисты, которые хотят жить в еврейском государстве, а это страна с потенциалом, страна, которая выглядит как одна из наиболее привлекательных стран, несмотря на все проблемы. И действительно, мы ожидаем, по оценкам, Израиль стоит перед новой волной Ильи, причем не только из традиционных стран, но и из стран, откуда раньше люди не собирались приезжать в Израиль. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok